Топ 10 челленджей 2020 года То, что по-моему каждый любит Лизни Пух, пух, пух Пить, есть Как хотите, так воротите И радуемся, или плачем Слушай, смотри, балдей Едем дальше Мы Максим и Марина Всем привет! Сегодня 28 января 2020 года Сегодня у нас снова съемка дома Потому как мы вообще-то планировали выйти на улицу Но походка Порешала за нас Да, все равно мы спортом на улице дождь И вообще никак Ни камеру, ни нас не вытащить на улицу Но Мы искали для себя варианты, да На будущее Какие можно поснимать будет челленджи Все ведь любят челленджи И заметили Что не так много на ютубе видео о том Какие сейчас челленджи популярны Поэтому мы решили и как бы И для себя заметочку И для тех, кто возможно будет тоже Искать себе идеи для вдохновения Составить топ-10 челленджей популярных В 2020 году Поехали! Все самые ходовые челленджи В принципе можно разбить на несколько всего лишь категорий И у нас по сути две основных категории Побалдеть и пожрать Да, челленджи связанные с хавкой Так или иначе И челленджи связанные там Ну с музыкой С музыкой да, с видео То, что по-моему каждый любит Взять хавчик к видосу Все И лишь один выбивается из топа Там Для битвы экстрасенсов Для битвы экстрасенсов С него я думаю нужно иначе Да И поэтому Челлендж номер раз Телепатия челлендж Суть челленджа В принципе проста Да, тут и из названия все понятно Интерпретации бывают разные Собственно тут у любого из челленджа Который мы будем сегодня рассказывать Можно интерпретировать по-разному Ну в общем Для этого челленджа достаточно двое И как хотите, так и крутите Главное разделить этих людей Чтобы они не видели то, что делают Да Не подходит, но не подходит Вот И возьмем для примера Хот-доги Берется три разных хот-дога По-разному приготовленных Все равно каких И у каждого из участников Собственно по этих три хот-дога есть И кто-то один выбирает какой-то хот-дог Второй отделенный от него Со стенкой Да, угадывают какой Все И так можно интерпретировать Как угодно Люди готовят пиццу И угадывают кто какой ингредиент взял Угадывают напитки Ну это интересно Если ингредиенты вообще не совпадают Друг с другом Вообще никак к пицце возможно не относятся Где-то там будут два соуса И третий Что-то вообще сметана возможно И выберут сметану А потом А потом ешьте эту пиццу Поэтому да Интерпретируем как хотите Тут полет фронтажный Да, да, да Главное, чтобы в итоге было Увлекательно И вот так плавно Мы переходим к хавчику Челленджи Относящиеся к еде Челлендж номер два Откусить Лизни Суть челленджа заключается в том Что тут нужно как минимум три человека Хотя тут наверное только три человека и надо Три участника И соответственно три варианта Которые пишутся на бумажечках На картоночках Не важно Это все помещается в какой-нибудь резервуар Тянут по очереди эти самые бумажечки Где написано на каждой из них Либо укусить, лизнуть или ничего Они уйдут по листочку Каждый узнает что кому досталось Приносится какая-нибудь еда или что бы то ни было И кому что выпало Тот с этим и делает Кусает, лижет или ничего Челлендж номер три Жареное, вареное или сырое Суть заключается так же как и во втором челлендже Принимаем к участию трое человек Тянут листочки на которых собственно написано Что ему выпадет Жареное, сырое или вареное Четвертый приносит ингредиент И вуаля Кому что попадется Тот должен съесть или сырым или жареным или вареным Да, единственная загвоздка в этом челлендже Что еда должна быть уже заранее приготовленная Ну или готовить по ходу Если у вас есть свободное время Челлендж номер фо Кто хуже нарисует Кто-то съел Ну это не для нас Мы шедеврально рисуем Кто не знает, пожалуйста Есть видосы, есть подсказки Там все очевидно В общем суть заключается в том, что тоже заранее заготавливается какая-нибудь еда Участникам Участникам на этот раз сколько угодно Хоть всю семью собирайте И рисовать любое, все что угодно Просто задается тема, желательно какой-то конкретный объект И кто хуже всего это нарисует, тот и кушает заготовленную еду Желательно что-нибудь мерзкое Но тут меня Мариша поправляет Что опять-таки можно делать любую интерпретацию Можно рисовать то, что будут кушать Можно и так Челлендж номер пять Большая, маленькая или средняя тарелка Или ложка, или чашка, или кастрюля Что угодно Суть такая же самая, как и в предыдущих челленджах Участников трое Четвертый готовит еду Трое вытягивают листики Кому что достанется Большое, среднее или маленькое То ты ест тарелки с ложкой Смотря что вы там выбрали Да, если вы выбрали тарелки То значит, соответственно, кто-то ест с большой, средней или маленькой тарелки Если вы там выбрали ложки То ест большой, средней или маленькой ложкой Точно так же с чашками Тут как уже сами захотите Да, с чашками, кстати, тоже можно всякие бокалы, рюмки Пить, есть С чего или чем С чего, на что вы любите Да, тут как уже вы сами захотите Еще один челлендж с вольной интерпретацией Челлендж номер сикс Едим по алфавиту Или по первой букве имени Или по всем буквам имени Как хотите, так воротите Любое количество участников Если, допустим, едим по алфавиту Тогда берем карточки, пишем на них буквы алфавита Выкладывается это все перед участниками Каждый тянет по одной букве По одной карточке, смотрит, какая буква Да, как вы уже поняли, еда заготавливается заранее И каждая еда начинается на каждую букву алфавита И вытянули по букве Значит, понятно, кто там будет есть И едим, и радуемся, или плачем Точно так же можно с именем, да, например Мы Максим и Марина, если кто не знает У нас, да, у нас первые буквы одинаковые Заготавливаем, допустим, пять блюд Чего угодно, съедобного Пять на букву М Допустим, я приготовил, заготовил Мариша выбирает еда номер один по три, четыре или пять Кушает Да, каждой еде присваивается номер И я там вытягиваю, например, цифру три И кушаю продавцом номером три Или молоко Макароны Едем дальше С едой закончили Переходим к челленджам Как их обзовем? Слушай, смотри, балдей Челленджи, конечно же, не из новых Они весьма-весьма заезженные Но пользуются популярностью и по сей день И, наверное, будут всегда пользоваться Да, поэтому в двадцатом году, как никогда, тоже актуально А нам ведь это и нужно Челлендж номер семь Ой Челлендж номер семь Итак, попробуй не подпевать Суть в чем заключается? Ты включаешь популярные песни, слушаешь и пробуешь не подпевать Ну да, вообще-то тут нужно врубать тогда, наверное, песни, от которых ты тащишься Которые ты знаешь И не подпевать Ну да, которые слова выучил Да, хотя бы Это на первый взгляд кажется так легко На самом деле нет Там можно включать плейлист Можно включать на ютубе много видео с песнями для этого челленджа Да, для этого уже есть прям нарезки специальные Да, найти не составит труда Следующий челлендж по бездействию Челлендж номер восемь Попробуй, не заплачь Особенно актуально, да, для очень сентиментальных и ранимых людей Суть понятна? Понятно Обрубается что-нибудь очень такое душевное, трогательное И держим себя в ручках На ютубе очень много всяких короткометражек Всяких видео про собачьих кошечек Так что тоже поищите, если хотите снять такой челлендж И опять-таки тут только на словах все легко, да? А мне кажется, на самом деле, если подпевать Точнее не подпевать Еще можно как-то организовать То слезки попробуй сейчас держи Ну ты б не плакал Я б не плакал, да Идеальный челлендж для подружек Челлендж номер девять Попробуй не засмеяться Все точно так же Находим видосик в ютубчике со всякими приколами Их сейчас достаточно Смотрим И не ржем Серьезным видом, да И пускай ни одна бровушка, ни одна ресничка не дернется И тут кто как организовывает Кому-то нужно именно не засмеяться Кто-то ставит рамки даже не улыбаться Поэтому да, уровень сложности выбирайте сами И опять-таки, это только кажется, что это просто порой Да, даже если какие-то приколы Ты уже знаком с ними Видишь не впервой Ага, по инерции там Ой, особенно если вот так вот с кем-то Не один ты там снимаешь Да О, это наршачку Достаточно будет раз посмеяться Все Следующий раз уже полесется Вспомнил, что еще себе усложняет жизнь тем, что набирает воду в рот О, да Не, ну это круто Глазики Оно еще смешнее Оно еще смешнее Потому что ты и так сидишь как хомяк Еще нельзя смеяться А оно тянет Мне кажется, после первого раза стоит только засмеяться Да, потом уже начинается Ты вспоминаешь прошлые шутки И в общем Итак, последний челлендж в топе И последний челлендж из списка Ничего не делания Это 10, 10, 10, 10, 10, 10 Ну, 10 Это больше для братьев-рокеров Есть такой челлендж Крутой, сложный Попробуй не трясти башкой Да, кто слушает тяжелую музыку Тот знает, что Слушать музыку, не делая вот так Ну это же невозможно просто Вы сами допробуете действительно Не врубить такой бодрящий крутой музончик И сидеть просто с покерфейсом Если что, это можно отнестись Не только как качание головой Вообще, попробуй не танцевать Не дергать ногой Да Не барабанить в такт Кому что, да Башкой трясти Это больше для рокеров А все остальное А рачи собственно, такая вот была наша подборочка 10 одних из самых популярных челленджей 2020 года надеюсь, информация была для вас полезная снимайте в кайф, собирайте лайки, комменты и подписки спасибо, что были с нами и до завтра пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok